С 1 апреля начнут повышаться государственные пенсии, в том числе и социальные. Сегодня эту тему обсудили на еженедельном совещании при главе Чувашии. Кому проиндексируют выплаты, подробности у Дмитрия Ковалева. Очередная волна повышения пенсии в республике коснется 26 тысяч человек. Дополнительные расходы на индексацию превысят 150 миллионов рублей. Здесь в первую очередь дети-инвалиды с детства. Дети-инвалиды и инвалиды с детства. Порядка 6700 человек. У них после индексации размер пенсии составит 12 681 рубль. Следующая категория инвалиды первой группы, инвалиды второй группы с детства. У них размер пенсии после индексации составит 10 567 рублей. И дети, потерявшие одного родителя, и дети, потерявшие обоих родителей. Порядка 9,5 тысяч. Средний размер социальной пенсии составит 8 155 рублей. Размеры выплат вырастут на 2% до уровня прожиточного минимума. Повысятся не только социальные пенсии. Начнут получать больше те, кто пострадал в радиационных и техногенных катастрофах, обладатели знака, житель блокадного Ленинграда, а также участники Великой Отечественной войны. После индексации у участников Великой Отечественной войны, к сожалению, их не так много осталось, конечно, составит размер уровня материального обеспечения 43 510 рублей. С каждым годом решения волевые принимаются руководцами страны для того, чтобы в определенной степени выравнивать пенсии селян, горожан, кто как, на каком производстве работал. Это важный показатель. Каждый третий житель Чувашии претендует на меры социальной поддержки. В этом году объем выплат превысит 7 миллиардов рублей. Более 600 миллионов на реализацию программ в сфере занятости. На социальные выплаты безработным гражданам в текущем году предусмотрено 292 миллиона рублей. Это 160% к уровню прошлого года. Размер пособий увеличился. Минимальный до 1900 и максимальный до 8 тысяч. Также глава региона подвел итоги командировки в Москву. Михаил Игнатьев руководит рабочей подгруппой Госсовета страны по развитию физкультуры и спорта. Самое главное, сейчас вот эта тема уязвивается и здравоохранением, и образованием, и городской средой. Наш индикатор, значит, это 55% жителей, которые систематически должны заниматься физической культурой и спортом в 2024 году. Мы должны сделать все для того, чтобы люди прогуливались, люди ходили, дышали свежим воздухом, чтобы детей мы отрывали от компьютеров, соответственно, от телевизора или от своих гаджетов. Михаил Игнатьев отметил, что многое зависит от работодателей, которые должны пропагандировать здоровый образ жизни в коллективах. Задача властей региона – развивать спортивную базу в шаговой доступности. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика.